Всем здравствуйте! Сегодня я вам расскажу про жизнь и творчество Фрэнка Герберта. Фрэнк Герберт известен в первую очередь как автор цикла «Хроники Дюны». Его главная книга «Дюна» является самым продаваемым научно-фантастическим романом всех времен, а серия целиком относится к золотой классике жанра. В «Хрониках Дюны» поднимаются такие сложные темы, как выживание человеческого рода, эволюция индивидуума, планетарная наука и экология, а также религия, политика, власть и экономика будущего. Фрэнк родился 8 октября 1920 года в городе Токума, штат Вашингтон, в семье Фрэнка Патрика Герберта-старшего и Эллен Герберт. С юных лет Фрэнк хотел стать писателем. В 1938 году из-за бедственного положения в семье, вызванного Великой депрессией, он переехал к тете и дяде в город Сейлим, штат Орегон. В 1939 году он окончил там местную среднюю школу и, солгав о своем возрасте, поступил на работу в газету «Глендейл Стар» в Калифорнии. Его журналистская карьера продолжилась в издании «Орегон Стейсмен», где он преуспевал в том числе как фотограф. Кстати, именно в этой роли Герберт служил в военно-морских силах США в годы Второй мировой войны. Во второй половине 1940-х годов Герберт вместе со своей супругой Беверли Энн Стюарт переехал в Калифорнию. Первое произведение Герберта в жанре научной фантастики «Рассказ» под названием «Ищешь что-то» был опубликован в журнале «Старлин Сторис» в 1952 году. Затем в научно-фантастических журналах вышли еще три рассказа писателя. В полноценном смысле слова карьера Герберта фантаста началась в 1955 году с публикации книги «Под давлением», которая предсказывала мировые конфликты из-за потребления и добычи нефти. Главный труд в библиографии Герберта – это цикл «Хроники Дюны». Однажды писатель собирал информацию для журналистской статьи о песчаных дюнах Орегона. Но материала получилось так много, что хватило на целый роман Дюна. Текст рождался шесть лет. Дюна удоставилась премий Хьюга и Небьюла, а к 1968 году принесла Герберту 20 тысяч долларов, гораздо больше, чем любой научно-фантастический роман, написанный в то время. Однако этих средств ему не хватило, чтобы заниматься только творчеством. Лишь в 1972 году он сумел уволиться с работы и продолжил «Хроники Дюны». В 1985 году Герберт опубликовал роман, капитул «Дюны», который связывает многие сюжетные линии саги. Книга стала последней изданной при жизни писателя. Сага о Дюне, действие которой происходит в отдаленном будущем и продолжается в течение пяти тысячелетий, поднимает такие вопросы, как выживание, человечество в процессе эволюции, проблемы экологии, взаимодействия религии, политики, власти. Многие ведущие критики мира считают этот цикл классикой научной фантастики, наиболее ярким и полным представителем данного жанра. Сын Фрэнка Герберта, Брайан Герберт, продолжил серию романов отца о мире Дюны. Фрэнк Герберт умер 11 февраля 1986 года в Мэдисоне, штат Висконсин. Всем спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok